привет интернет в прошлый раз мы ходили ходили по первому этажу и что-то мы в конце мы реально уже поняли что второй мы не потянем да и слишком уж долго получилось итак мы снова в офисе команды check-a-life.me и сегодня у нас будет а насколько я понимаю привет рамиль вот тут рамиль анвар они сейчас нам будут рассказывать что у них происходит на втором этаже как они объяснили он такой потише но тут видимо больше думают да давай рамиль поливай чем у нас на каком-то этапе где-то может быть полгода назад у нас возникла потребность там чтобы действительно часть наших сотрудников отвезти в тихое место наверху действительно улей нет я прям помню первые попросились айтишники хотим тихо спокойное место потом умереть копирайтеры пару дней назад чуть-чуть и умерли да нам нужно было очень быстро доделать сайт для шопинг-фестиваля а некоторые ребятами спали по 50 часов кстати подожди а давай немножко вот шопинг-фестиваль начинается завтра и видео вот мы сейчас снимаем сегодня какое 13 14 вот завтра это видео выйдет ну как бы на главную там допустим ювижена и еще вот осталось последнее я могу свои как бы впечатления сказать по шопинг-фестивалю я до сих пор не понимаю как вы договорились с трехстами участниками рынка да и это вот ну в моем понимании и до сих пор считаю что это афера какая-то почему потому что ну я же тоже работаю да то есть что такое я понимаю 150 человек я понимаю что уже пройдены вот эти все дорожки пути коммуникации то есть твоим как бы легче да это не просто там постучаться объяснить кто мы то есть это все уже как бы на салазках смазанная да но я вижу по городу начались реально уже вот эти взрывы то есть а вот сегодня ехал допустим включил русское радио я вижу что шопинг-фестиваль у там один супермаркет что-то там за 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 выбедрился второй то есть пошла вот эта волна то есть ну объяснить в общем смотри на самом деле организация нам было тяжелее чем сам это сами рассчитывали изначально не потому что был это fucking подвиг чувак что было сделать это все за месяц и у нас пока еще таких миров да ты не стесняйся проходить что-то ходите у нас тут рабочие если нужно мы сами думали что ну мы сделаем вообще на раз по факту получилось что вообще очень много уже понимаешь ну что то есть контора договориться и на раз это уже ну просто уже очень много было моментов дом много косяков я надеюсь что внешне это было незаметно ну и там будет незаметным момент фестиваль но внутри то мы знаем а сколько бейджи вот смотри продаются вот эти бейджи да вот вот сегодня один день до старта да то есть а я знаю ну блан массированная компания причем которая еще развивается девушка да вы захотите вы же симпатичный во первых кто еще хочет зайти вы все заходите у нас тут просто рабочий процесс просто помахали вот то есть сколько вообще на сегодняшний день то есть как вот по ощущениям что это такое смотри продажи бейджи стартовали вчера а только сайта мы продали продали больше тысячи уже сайта до за один день ну это вообще как нормальный результат ну да нормально я думаю что порядка там 20 тысяч человек примет участие то есть 20 тысяч бейджи будет продано ну соответственно примет участие больше потому что там бейджи будет естественно передавать но это нормально в целом это нормально да там понял то есть в принципе бейдж можно купить на толпу и ходить можно можно но в каждом заведении один раз к сожалению это с целью безопасности был сделан но целом можно и мы не против этого но смотри а мы же хотим чтобы люди экономили радовались что праздник у него был так что нет это нормально что день горят пускай люди действительно уже я видел публикации в прессе но мне кажется опять же да вот с точки зрения продвижения проекта да не донесли немножко вот грандиозность этого проекта я согласен вот смотри первый косяк который про внутренние косяки да да про внутренние косяки первый косяк это после старта рекламной кампании с чем связано с тем что поскольку пока у нас нет подписанных договоров с кем-то из участников мы не можем это выкидывать на сайт а договора подписывались вот буквально там последние договора подписывались ну в последние дни да вот последние дни поэтому как только мы все это получили мы смогли это выкинуть на сайт и соответственно начать пиар-код пиар-компании но временно это уже осталось очень мало это такой первый серьезный косяк я считаю вот но опять же мы смотрим уже далеко а задача сделать превратить это в традицию сейчас мы на чем концентрируемся а не только вот нам нам на массу весь на этом тоже концентрируемся во всех на порогoms центрах есть стоачки где мы там рассказываем то есть по душе немал rid of the itself сейчас во сколько уже торговых центров 14 торговых центрах мы поставили стойки которым торгут эти дата то есть туда человек заходит ему рассказа что-то мир при а получается это уже серьезная же битела активность то есть это же надо со всеми договориться ну да, 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 то есть во всех центрах а, там, Смега у нас, как всегда, бега такой принципиально во многом центр, но там тоже мы будем стоять, просто мы там будем ограниченное количество времени стоять, привет, дорогой вот вот такие дела во всех центрах DPL, поэтому я думаю за счет вот этой активности в дни фестиваля в районе 20 тысяч мы наберем но концентрация сейчас у нас главное на то, чтобы людям понравилось мы включили фестиваль Коктибье, мы включили Арасан мы включили там зоопарк, музей ресторан, для того, чтобы людям было очень комфортно отдыхать а Кемат, получается, свои муниципальные вещи они тоже сделали на них какие-то скидки серьезные, ну потому что допустим вот эта вот канапка, это же о наш городу принадлежит ну нет, это просто наш, да, давний наш партнер Коктибе давний наш партнер, а Арасан давний наш партнер зоопарк, допустим, это муниципальный зоопарк, совершенно верно, зоопарк и музеи это то, что нам дал город это супер потому что задача же превратить его не только вот как там в дубае проходит не только фестиваль покупок это фестиваль отдыха ну реально праздник ты приезжаешь а где можно посмотреть вот список да то есть вот вообще немножко вот мне кажется вы неправильно как бы шерите но ты объяснил почему потому что вот еще сегодня да я уверен с кем-нибудь да договоритесь да но а где вот можно увидеть общую таблицу вот этих всех ништяков потому что это же колоссальная таблица ништяков есть на сайте промо сайт shopping2012.kz есть на нашем сайте на чоколайф.me плюс брошюрка когда ты бейдж покупаешься идут брошюрку и там тоже список то есть такой как бы вездеход пути водителя куда тебе ходить уже ну я не знаю насколько это получится то есть мы вот хорошие новости узнаем об этом завтра дата в течение будущей недели но я считаю что вот последнее время там все время много говорят о социальной ответственности ля-ля да но я считаю что вот правильно что вы вот взяли уже выросли у вас там мышцы какие-то до чтобы тряхнуть алмату потому что ну вот мы смотрим там так и думаем сейчас нам главное чтобы понравилось всем а дальше уже когда ты первый раз приходишь и говоришь вот такое мероприятие во-первых мало кто там верит что ну вот скорее всего вот такая да реакция как у меня потому что вы тоже профессиональный организатор не понимаю как бы это есть поэтому мы на это и как бы к этому идем чтобы сейчас всем понравилось а уже следующий такой фестиваль провести на всегда более высоком уровне давай еще раз 14 по 26 мы вот на мере по 23 мы намеренно сейчас рекламируем и обращаемся к вам алматинцы да то есть зайдите на сайты а чиколайфми еще второй шопинг 2012 шопинг 2012 посмотрите какие скидки да вот эти ребята сделали для вас и просто ну попробуйте и это вот прямая реклама то есть зайдите посмотрите и попользуйтесь потому что на самом деле скидка купаться на покупке то есть получилась просто не ни 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 один человек а заново не знаю а огорченная очень момент еще каким-то так что вот я уверен что всем понравится фестиваль крутой ценам поставленный купон опять же низкую потому что наша задача не заработать деньги на сходе 99 до тысячи деньги покупки на купится задача чтобы просто народ кайфану давай чтоб получилось то есть попробуем на то есть я не знаю мы если чем-то сможем там помочь нам помогать потому что дело хорошее уже инфопартнеры не ну понятно мне у нас висит кстати на сайте же все окей а закончились фестиваля фестиваль начнется завтра заходите на сайт и поехали про экскурсию экскурсию смотрите нижний этаж это наш такой бэк-офис здесь все тихие дела и плюс разработка новых проектов которым работает чок примерно на месяц наверное 4 5 назад может полгода назад хорошо примера полгода назад мы начали смотреть вширь то есть понятно что там я заметил он даже ли эти городские фестивали проводить совсем уже обнаглее в плане того что мы хотим предложить пользователю не только массовые услуги еще и товары и путешествия сейчас подробнее расскажем об этих проектах а для начала наверно закончим непосредственно с теми отделами которые относятся к чоколайфу ну вот давайте пройдем наверно в отдел копирайт на пальцах пойдемте сюда это наше дело копирайтер что такое вот здесь это там у них зона где они думают да зон где они думают кайфуются в настоящий момент не думает в этой зоне никто я просто надо было доволить вот видите это лишний раз доказывает что у нас а ну реально как бы реалити съемка потому что если бы это была постановочная сейчас бы какой-нибудь чувак тут с умным видом там сиделся и по размышлям все реально окей а здесь у нас находится собственно сам отдел тех ребят которые пишут акции то есть это отдел копирайта то есть вообще по сценарию тут концентрация мозга должна быть вообще очень высокая это вот смотрите творцы да если у сейлзов не жесткая дисциплина не должны быть там четко вовремя там 9 утра все должны все себе здесь там сейчас грубо говоря там 9 30 еще не все но им можно вот они главное чтобы они писали хорошо чтобы они думали хорошо чтобы них мозг был себе ну вот что давай на каком-то конкретном примере то есть вот девочка улыбается как-то так на фоне костей и черепа ее прям возьмем а она кстати такая видно что она альтернативная да а что сова означает у вас на руке это я поняла я ничего я вне ну вдруг это какой-то там большой смысл там вы так замаскировали чакру наверное вот окей вот хороший антураж вы много думаете по словам вашего шефа то есть объясните вот конкретно как это происходит то есть вот что вы придумываете я так и не понял кто бы сомневался все таки вы не думаете да у нас это тролль детекта я ничего я чуть-чуть это и в интернет в общем наша задача заливать информацию на сайт я собираю картинки собираем все креативные тексты которые пишут наши выбирательные и условия которые нам предоставляют все сбиваете уже сколько в день материалов вот таким образом выкидывать на самом деле пора нормальный такой а кто-нибудь когда-нибудь объяснял смотри ну я все время слышу да что вы в день там выкидываете бывает до 15 акций да но на главную допустим чиколаева вылазит ну условно говоря влазит а ну к примеру 6 сколько влазит кто точно скажет по разным то есть да в районе 6 ну вот нари разные города а как и же много а там уже по таргетингу идет до 4 города конечно они же пишут акции на всех акция пишет централизован из алматы понятно я просто думал да ну вот 15 они же ну никак туда не влезут да все равно на главное висит 6 они либо должны там ротироваться как-то покрытие до категории до категории до их 6 основных это самый важный что касается акции то они все можно узнать у него это порой спасибо вам большое давайте с копирайтером я творится к творцы вы творец и вас тоже сова подождите у вас волк с дудочкой только хорошо не ну прям видно что как вообще у меня всегда такой вопрос то есть как вообще люди приходят там в креатив копирайтинг то есть но у нас же вы же не за не заканчивали копирайтовый институт заканчивал потому что такого не имеется ну вот как как то да как вообще это происходит ну как это происходит ты сидишь например дома и время от времени пишешь какую-нибудь потом понимаешь это первое место где мы небольшой организации ну как это вот по чека возьми то есть вам нравится то есть это интересно то чем вы занимаетесь с вашей точки зрения то есть мне просто непонятно чем там придумываете ну ну картинку вы ставите да то есть акции там на достаточно но такие ну допустим вот реклама там и за косметического салона да ну вы же не пишите там хэй тёлки пойдем стричь ну как раз таки и пишем то есть в этом серьезно чувак не хочу от тебя ребенка нет очень круто то есть что прям так и написано что зиму не прям так написано в принципе сама идея на голове не просто там же весьма так сухо всегда тому мы проводим супер акцию да там бла-бла-бла другие женщины там приходите не так но немножко не так ну например если вот ну вот давайте вот возьмем какую-то вот сладкий вкусный это вот мне недавно написали мир выпечки в кафетерии пирогов пироги с мясом шпинатой семгой яблоками грибами а также печенье рулеты заварные и все вот тут застрелиться на заваренных эклеров ну как бы ну перегружена да то есть вы чё в смысле всю меню туда хотели написать вот он там я уверен он так посмотрел мне нравится я тебе сюда на что рассчитан копирать них есть своя та же технологика как пишется акция вот и как и везде как в любом отделе да мы стараемся проводить процедуры если есть какие-то цепляющие штуки ну-ка открой пожалуйста еще раз я косяк по-моему какой-то лучшим случайно деньги оправе не на заголовок на то есть есть какие-то вещи которые прикольные да и каждому свое кто-то любит проги с мясом и он 1 реагирует а кто-то там любит там заварные эклеры он на другой с реагирует поэтому аудитория большая она разная то есть она в целом соответствует срезу общества поэтому каждого свое зацепит нам нужно чтобы вот эта зацепка произошла заголовка поэтому если это ресторан то мы желательно не писать просто там скидка такая на сами страны готовы вообще на эти смелые поступки потому что вот мы тоже работаем на рынке я вообще к чему этот разговор то завел что мы сейчас видим что где-то 80 процентов клиент по не не готовы ни на какие там вот ну смелые вещи даже в интернете нужно вот этот догматически является волшебным пинком в целом нет то есть вот если ты напишешь просто там приходите пирогов тяжелее а если напишет приходите пирогов и на первое посещение вам особые условия там скидка 50 процентов то народ начинает размышлять почему вы не на свежая скидка до ценю что сегодня сегодняшний ну давай пускай ему повезет но мы вот пирогов сегодня точно про рекламировали что завтра она выйдет вот во сколько там слова подашь 40 но с утра 40 человек это много уже ну да с утра с 12 ночи они просыпаются и быстрее идут покупать бироги да конечно значительная часть людей начинает утро с чашки кофе сайта чоколай это я знаю просто да я вот тоже это же вот какой-то новый вообще феномен какая-то новая тенденция что человек в здравом уме здравой памяти просыпается и первое куда он идет это на сайт скидок как новости да то есть ты такой считаешь новости ты смотришь какие новости у нас есть в городе да то есть это же тоже это своего рода предложения такие news по шопингу поэтому нормально что сегодня у нас выгодного есть купить есть еще еще один момент слов тоже важный некоторые акции такие сам успешным по ним бывает часто то что называем там оверсал да то есть перепродажа и когда перепродажа да на всех акциях у нас стоит лимиты раньше их не стояло ну то есть за раньше могло там сон кресты продации тысячи купонов сейчас такого не до конца года в смысле ну да смысле это большая проблема для и клиентов и для клиентов для салона красоты поэтому довольно давно же месяцев 9 мы как вели вот эту кнопочку по лимитам и больше определенного количества тебе сайт не даст продать но к чему это все говорю да к тому что тот кто раньше встает у того самые комфортные условия потому что если он покупает если ты звонишь с утра если первый купишь например на маникюр в салон красоты я говорю перебор по моему кто у меня есть микрофон смотри если ты купил акцию раньше то скорее всего ты и запишешься раньше как правило акции ну допустим салон красоты они продаются по предварительной брони ты звонишь туда говоришь хочу такой такой-то дат если дата свободна то ты идешь если ты покупаешь купон с утра то ты записываешь на то время которое тебе удобно и тебе там с гарантией 90 процента запишет если ты будешь покупать к вечеру купон то уже может произойти так что удобно для тебя время занято и тебе предложат например там завтра нельзя проходить в среду например я вот эту рамиль считаю ситуацию тоже надо проговаривать да вот связи с вашей деятельностью почему потому что народ у нас если честно он уже избалованы да нельзя то есть мне кажется вот мы недавно тоже проводили там акции с не буду говорить там где да там а то почему могу сказать в планете электроники до ночь скидок ну в магазин который рассчитан там но я не знаю там на 100 на 150 там комфортных вот этих вот покупателей до одновременно приходит 1000 ну надо полагать что там будет слегка душно ну надо полагать да что будет там давка на кассах не смотря на то что выгнали там много кассиров но все равно ну ну если хочешь купить телек за 50 процентов цены да ну ты же должен смысле нет я чему говорю что и у тебя получается что ты продал купон да ну я хочу его завтра оттоварить ну завтра в салоне красоты не получится у него здесь смотри нас подходит такой в целом обслуживание по купону чока она не должно никаким образом отличаться просто от обычного обслуживания без купона и там большинстве случаев подавляющим большинстве случаев нас это получается и я понимаю нас да можно сказать что у нас целом клиенты избалованы требующие сервиса но это круто потому что это учит тебя работать все там круче круче по сервису поэтому нам наоборот нравится такая ситуация то есть лучше мы будем ставить наверно больше акций предлагать больше возможности нежели чем там наши клиенты будут страдать окей давай еще про креативный отдел чуть-чуть да расскажи то есть какие у нее еще функции то есть окей они придумывают вот эти подводку саша тянушно познакомь саша наш главный редактор то есть саша ну что ж пойдем за нас или за всеми материалом который взять привет красивый девушка должен сидеть мне нравится тут такой вот слой легкий как бы тут все прикалываются это саж давайте вашу версию происходящего наш креативный отдел занимается тем что готовит акции для сайта подбираем красивые фотографии там еще как на хабаре сашим соблазнительные ручка давайте своими словами я же вижу вы и своими рассказывали с вашей точки зрения вот вы как рулить творческими людьми это же не просто это просто это очень интересно это это просто супер интересно то есть наша задача на вскидку вот такой вот слоган который вот по вашему да разумению у нас очень очень крутой слоган сравнительно недавно это была акция октябре фастфуд как раз таки вот разу придумал следующее мотайте на ус так а хаос клёвый перекус на что-то вот в этом роде то есть была и рифма и эти слоганы там попали нас на баннеры ну то есть вот мы занимаемся тем что придумаем какие-то такие оригинальные вещи супер ну вам удача вашем творчестве спасибо спасибо вам а у нас вот девушка вы тоже ой ященко ну видите мы сейчас мы с вами заодно поговорим у вас вы тоже в креативе да я контент менеджер а контент это вы его как ваша коллега с собой девушка я уже запомнил у него этот а вы заполняете то есть чего вот вот эти все понапридумывают то есть вы сбиваете как вообще ощущение сколько вы давно работаете уже в компании уже полтора месяца ух ты долго отлично нравится все дело в том что принцип главное чтобы вы были счастливы компания распространяется и на сотрудников поэтому всем довольны у меня вот это вот пугает вас вы были счастливы то есть я в счастье да вкладываю какой-то другой мне кажется вы должны быть счастливы когда вы детей родите есть ребенок ну вот уже в этот момент счастливы просто когда он все расслабили только ребенок на их хорошая работа в хорошем коллективе это я согласен резная вот в этом контексте нет ну я просто вот я вот это счастье я прям хочу понять потому что мы все время когда я прихожу в чикаго это счастье я считаю что каша это же ощущение правильно ты идешь там смело бывает вот ты идешь по улице да ты чувствуешь себя счастливым и потом ты начинаешь размышлять почему ты себя таким чувствуешь да наверное потому что у тебя все хорошо с родными потому что у тебя там все хорошо там допустим по на любовном фронте любимый человек он тебя любит его любишь потому что тебе все хорошо на работе то есть мы как пропагандируем что не надо ходить есть хорошее выражение что раб от слова в смысле работа слова раб да а нужно не работать нужно жить и вот мы были бы рады и мы были бы как руководство счастливы если бы наши сотрудники они ассоциировали работу как просто часть своей жизни да да они живут здесь потом живут семьей семью приглашают сюда и так далее то есть вот если бы у них не было такого разделения фу я пошел на работу это прикольная концепция да но к сожалению я вижу мало компаний где это вот выходит не на бумаге да не на вот доски объявлений где написаны корпоративные принципы ну вот счастье в общем ставить счастливым быть нельзя нельзя но можно создать условия для этого это можно сделать и вот наша задача это делать да то что там допустим компания оплачивается обед то что мы начисляем там каждый месяц 5 тысяч тенген на счет чоколайфами чтобы наши ребята могли покупать наши акции смотреть как это работает изнутри быть тайным покупателем одновременно это маленькие элементы но приятные когда там у нас есть возможность у компании иногда бывает отправиться допустим человек который нас поженился например куда-нибудь в отпуск за границу дали кому-то подарить макбук это приятно это понимаю что это не сделает его там глобально счастливым но хоть какую-то дополнительную радость его жизнь привнесет это супер это касается сотрудников то же самое отношение должно быть их партнером и такое же отношение должно быть там и госорганам государства такое же отношение должно быть клиентам лозунг он такой себе все охватываешь чем он нам и нравится да главное чтобы были счастливы хоть кому применимо опять же не всегда у нас это сейчас получается но дело не в том что мы сейчас не получается для в том куда мы идем на то есть поскольку и есть эта цель Будем на дне работать Это, знаешь, более чем амбициозное Заработать 2 миллиона долларов Или 10 Это понятная цель А счастливить людей вокруг Это круто Если это получится, это будет совсем круто Потому что там все-таки факторов очень много Много раз уже и слышал И вот вообще с кем из более-менее состоявшихся людей общаешься У них история прям одна и та же Если ты работаешь за деньги У тебя вряд ли что-то там действительно большое, классное получится То есть когда ты думаешь не о деньгах Каких-то других факторах То деньги сами подтягиваются И у нас вот фу, пока так и получается Когда мы заходили, у нас главная задача была Стать казахстанским группоном То есть очень быстро показать такой же рост Как в других секторах Как в других странах показывал группон Да, получилось Мы там кайфанули от этого Сейчас у нас задача уже другая Мы хотим вот той группой проектов Которых я сейчас буду рассказывать Мы хотим стать региональным лидером Пока мы еще в душе Мы уже готовы замыкнуться Региональным это что значит? На какой регион мы имеем в виду? Регион, ну СНГ в данном случае Вот так вот Да, то есть может быть СНГ исключая Россию на первом этапе В дальнейшем СНГ полностью Нет, ну в смысле СНГ порвать Это прям вообще зачет будет Ты дай мне автограф Я его тогда сохраню Потому что нет Просто когда ты уже станешь там каким-нибудь Олег первым Да, то есть Нет, мне хоть пустят туда Я скажу вот у меня Нет, видео Ященко сохрани Это важно Я понимаю, что... Что с ними будет, если они СНГ порвут В смысле, то есть... Смотрите, я думаю, что сейчас... Вот это точно наступит счастье Не знаю у всех... У меня есть одно преимущество Я учился в Москве И в нашем вузе Финансовой академии при правительстве России Нам говорили примерно следующую вещь Ребята, вы элита России Потому что в России это было Соответственно, вы элита России Вы те люди, которые в дальнейшем будут страной управлять Там в разных областях Кто-то будет бизнесменом Кто-то станет чиновником и так далее И когда я помню, я приехал сюда Я увидел, что у большинства компаний здесь У них амбиции не очень большие У них нет там какого-то... В лучшем случае у них там быть лидером в городе Или в лучшем случае лидером в стране А махнуть куда-то дальше Ну, у очень маленького количества предпринимателей Есть такие амбиции То есть они об этом даже не думают, что это возможно А на самом деле, конечно, возможно Если ты читаешь историю Волмарта Ты понимаешь, что когда-то они были маленьким магазинчиком Который находился даже не в центральном Каком-то небольшом городе Соединенных Штатов Я сейчас извиняюсь, я перебью Вот мне знаешь, что нравится в тебе, да? Ты относишься, по моим ощущениям Есть вот такая когорта бизнесменов-евангелистов То есть вот то, что ты сейчас говоришь Это глубокая, большая штука Это вот как бренд спирит То есть это вот дух бренда Это очень важная, на мой взгляд, составляющая Допустим, вот у нас, у чесноков То есть почему как бы получается тоже это Потому что мне тоже, я не думаю мало за деньги Я думаю за них, но потому что иначе это все не будет работать Это понятно Но моя вот основная Кстати, сейчас ты меня раззадорил тут своими этими То есть редко я об этом, по-моему, ни разу не говорю Идея чеснока, это собрать кучу думающих людей Которые могли бы жить свободно Которые, вот мы не держим этот офис, да? Ну, пускай они сидят, где хотят То есть, ну, интернет, он принес людям свободу Но почему-то люди этой свободой не хотят пользоваться Они забиваются в офисы, да? Они ходят к 9 часам на работу Я сейчас не чеколайф имею в виду, да? Вообще, не, ну, и даже так Зачем кореаторы вообще здесь сидят? Вот вопрос У него в смысле, у него придумало, как хуже будет работать Если он будет сидеть в какой-то кафешке Понимаешь? Пускай кофе пьет, какая тебе разница? Тебе же результат нужен Тебе, то есть, и вот Я это внедряю в чесноке Я не вижу этих сотрудников Я своего айтишника Вот сейчас мы пойдем в айтишный твой отдел А я его вижу один раз в месяц, да? К нам за зарплатой приходит И вот это, мне кажется, ну, следующий шаг Новая философия Потому что сейчас движение вот дауншифтинга Оно набирает обороты Люди бросают нормальные должности И сваливают, понимаешь? И говорят, ты идите в жопу, мы завтра умрем, блин Нет, ну это же тоже правда Ну И что ты на пороге вечности скажешь? Я, блин, с 9 до 20, там, 0-0 ходил каждый день на работу На протяжении 40 лет Ты можешь пойти таким путем, что сказать, там Ты человек свободный А можно пойти другим путем В смысле, я не в том отделе, да, это сейчас сказал Нет, все нормально Сейчас такие креаторы собрали ноутбуки Пошли домой, да? Ромик, что-то у нас тут это Смотри, мы так рассуждаем Дисциплина и свобода Это не взаимоисключающие вещи вообще совершенно То есть главное, чтобы человек внутренне себя чувствовал свободно Чтобы он приходил и там чувствовал Пукая, чтобы он чувствовал, что Ты сам это увидишь Да какая разница, где они географически сидят Они на Гуа могут сидеть с погремушкой в ухе Какая разница? Все было бы супер, если бы все люди могли сами себя контролировать Правда, да, проблема на Гуа, они скоро потеряются По факту это не так То есть те люди, которые могут сами себя контролировать Это, наверное, около 10-15% всего населения Остальных надо контролировать И даже вот вы рассуждали с Сашей Она там вроде как даже говорила Да, типа, креатора не заставишь работать На самом деле можно заставить креатора по технологии работать Когда люди говорят, там, наш дизайнер откидывается назад Бывает такое, да, говорят, у меня нет вдохновения Я считаю, это полная ерунда Ну не бывает такое, у меня нет вдохновения Нет, нет, есть же высказывание, подожди, что идите В смысле, если мы говорим о вольнодумстве То это пожалуйста А если мы говорим о креативе Креатив это промышленное, да, как бы придумывание За деньги Промышленное придумывание То есть, в смысле, если ты хочешь писать стихи Тебя же никто не пинает, да То есть, пиши стихи Но тогда непонятно, как ты будешь это есть, да То есть, ну, их очень сложно То же самое касается, например, написания акций Это чистой воды процедура Есть какая-то акция Мы понимаем, кому, каким там людям она что может дать Дальше твоя задача, как креатор Разложить это вот на составляющие кусочки Для каждой аудитории Или там, иногда бывает не для всех аудиторий А только там, для главной аудитории ты готовишься Слушай, ты заметишь, что нас что-то тут понесло Слушай, пойдем из этого отдела Чувак, вы это, до свидания Все, сидите, вот это вот Придумывайте акции И прибудет с вами сила удачи Вот, потому что, смотри Не, мы просто тут в диспут Пойдем о бизнесе поговорим Не, это вот тоже Это атмосфера, как бы и философия Да, то есть Ты не знаешь, да, слово Гаджибас Как интересно, пойдем Идем в самый такой серьезный наше отдел Это финансовый отдел Окей Заходим в святая святых Собственно, вот тут Милые девушки, здравствуйте Милые девушки, это наша бухгалтерия Обычно еще этих бухгалтеров боятся Не знаю почему То есть, вот финансовый отдел Потому что, ну, они могут там Чуть-чуть подпридержать там это Нет, такое не бывает Не, у вас, смотри У вас же вот уже большая компания Ты вот сам как по ощущениям чувствуешь Вот признаки обычной Вот бюрократической Какой-то административной системы Которая присуща Крупным компаниям Уже затрагивают Вот, чеколайф Несмотря на то Конечно, конечно То есть, мне даже это, я бы сказал, нравится То есть, мне не нравится Хаос Мне нравится, когда Там все предсказуемо Поэтому Мы, наоборот Чем дальше, тем больше Мы стараемся работать по процедурам Опять же, я считаю, что процедуры Они не исключают Там, не знаю Полета мысли, да Есть разные просто Ну, просто, девушки Я вам объясню Мы к вам пришли Из креативного отдела Понимаете Потому что Рамиль Он с полетом мысли Сейчас спокойно Вот Дай спросить Как у вас ощущения Обычно же, вот, бухгалтер Да, мы Ну, привыкли видеть Да, таких каких-то Такешек, да Там, они сидят Там, эти деньги считают Вот Тут я смотрю Это красивые девчонки Сидят То есть Молодняк Но в то же время Задачи-то решаете Вполне серьезные То есть По ощущениям То есть Как вам вообще Здесь работает Кто ответит Кому бежать К вам Может мне Меня зовут Дана Я являюсь сейчас Заместителем Главного бухгалтера А главный кто? А главный Она у нас сейчас В декретном отпуске Да Да, вот это вот Третья дочка родилась Да Она у нас, да Она у нас, да Ой, дай бог Папа в рай попадет Да Третья дочка Папа в рай попадет Но по ощущениям Это действительно Это круто В таком возрасте Сидеть В теплайфме И работать Не просто бухгалтером Да А как главным бухгалтером И выполнять Не простые Какие-то рядовые задачи Действительно Решать Глобальные Финансовые Как бы сказать Да я представляю У вас даже счетов Да Надо сколько Смотрите Если 15 акций В день Да То есть Ну я к примеру Сколько надо счетов Выписать Да Эти же акты Выполненных работ Закрыть Это же Ну в смысле Это у тех Там все легко Да Одни булочку нарисовали Слышу Вторые ее продали Нет Подождите Да Третьи написали Что это хорошая булочка Да Четвертые пошли Булочку купили А вы за ними ходите Вот это все подбираете Да 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 Именно так оно все и происходит Но Сложностей нету Наоборот Здесь Мы многому чему учимся И Радует То Что Мы справляемся То что Несмотря на то Что у нас растет Количество Не только пользователей Но и партнеров Но мы справляемся И успеваем И успеваем Конечно И деньги считать И деньги отправлять Мы это все успеваем делать Вовремя Ну Молодцы Я считаю Что Ну Вот финансовое дело Это очень важно Да Вот у нас Допустим В Чесноке Вот я тоже Вот просто Я сейчас Между прочим Очень многие Смотря Вот После прошлого Интервью Мне многие люди Вот именно Бизнесмены Позвонили И У них Вот этот сюжет Он у них Вызвал мысли О своих компаниях Да То есть Вот мне позвонил Один товарищ Да Он говорит Слушай Меня это интервью Да Вот прошлое Оно натолкнуло Там Ну На две идеи То есть Они воруют Цинично У тебя Как бы Твои технологии Не только за Не Ну По большому счету Да То есть Я вот смотрю У нас Ну Мы тоже Быстро растущие Да Мы все эти деньги Запутываемся Посчитаем Вот Вот смотри А у нас Что повезло Анвар Сейчас мы до него Дойдем Да Он тоже Сооснователь компании И наш финансовый директор Он до этого работал В KPMG Поэтому у него Ну Изначально В принципе В компании Был Относительный порядок Во всем Что касается Бумаг Документации Там Считов И прочего Вот это За это я был очень рад Потому что у меня Наоборот Я Не переношу У меня даже Раздражаются Бумажки Договоры Мне тяжело Как вот могут Красивые девушки Сидеть Вот в этой Бухгалтерии Я вот ни разу У них Так особо Не спрашивал Ну это немножко Сиронос Скучно Вот такие Плотюшки Бойки Печатки Нет На самом деле Это не скучно Нет Вы мне сейчас скажете Что это весело Подождите Я тоже Нет Я не говорю Что это весело Но это не скучно Нет Это не скучно Для того А они Они там сидят Целыми днями Охотят Плотят Радуют Нет Ну мы действительно Хохочем Потому что нам бывает весело Мы просто сами Веселые люди Да Но это не скучно Отделы рядом Просто Это не скучно Для тех Кому нравится Это работать Вот у меня даже Один знакомый Сказал Ты же просто Тащишь От своей Бухгалтерии Да Мы просто Тащимся От того Что мы Сделаем Поэтому нам Не скучно Слушай Прикинь Это задачка Когда математики Решают задачки У них получилось Это же кайф Тут то же самое Они решают задачки У них сошлось Прикинь Это кайф Реально Сошлось Я просто По математике Была твердая Всегда двойка И мне из уложения К моему папе Меня из класса В класс переводили Я до сих пор Не знаю Как делить Дробь на дробь И в принципе Этим горжусь Потому что Я считаю Это ненужное На сегодняшний день Знание Спокойно С изобретением Гугла Это уже не надо Давно А еще есть калькулятор Ты еще скажи Что грамотность Не нужна У нас есть Подчеркивание Вот эти Зачем дробь на дробь Делить Вы меня не убедите Понимаете Ну есть калькулятор Ну ты нажми Слушай Подожди Если сложится Вселенская катастрофа Что исчезнут калькуляторы Вот дробь на дробь Тоже уже не надо Там копье надо будет делать Мамонтера это Убивать Зачем там дроби Не ну вот так Ну мне так кажется Не слушай Каждая задача Развивает мозги Если ты До чего-то дошел Это тебе сейчас Может сказаться Фу не надо А ты сам При решении какой-то задачи Ты ее решил Но ты думаешь Что ты решил это Благодаря там Каким-то факторам На самом деле Возможно Твои знания о том Как делить дробь на дробь Тоже здесь помогли тебе В решении этой задачи Да меня уже ругали сто раз Что математику На самом деле Очень многие люди любят Уважают А я тоже ее Где-то уважаю Ну я если Я гуманитарий Ничего тебе застрелиться Я вот всегда Удивляюсь Но какой-то части Знаний Ты точно Лишился Лишился То есть И в некотором случае Ты мог Примать решения Более круто А сейчас Ты их хуже принимаешь Ну так Чтоб ты особо Не обольщался Печалка На этой ноте Я считаю Нужно покинуть Финансовый отдел Чего куда дальше пойдем Девчонки Вам удачи Молодцы Такие солнечные Такие Улыбаетесь Молодцы Спасибо Чтобы у вас Все хорошо было Здрасте Здрасте Так Идем К айтишникам Идем к айтишникам Слушай Вот эта вот Маленькая коморка На самом деле Если я могу сказать А вообще написано Что они наверху То есть Это неправда То есть Их на самом деле Здесь нет Это вот То что мы сейчас Увидим Это глюк Да То есть Окей Вот представляешь Вот здесь Это Можно сказать Святая святых Потому что Здесь Хранится Вся информация О том Что Чаклайф Разрабатывает Как он это Разрабатывает Вся база Пользователей И так далее Так что Это очень важное Помещение Да Айтишники Они-то вообще Веселые На самом деле Они вот такие Ого Смотри Они такие Сейчас они вернутся Из этого Из мира Цифры Они сейчас Пацаны Вриял Все вриял Я файл Открою Законите Дима Наш айти Сейчас у нас Это Открываем файл Вот У нас интервью Где закрыли Сейчас пока Не Я знаю Как с айтишниками Я с Игнатовым Я кажется Я начинаю понимать Вот Ёлк Чувак Кстати Дима Делал Первый проект Игнатова Стас Делал вместе С Димой Вот так вот Это какой из них Это было Честно говоря Несколько проектов Очень давно Мы учились С ним вместе КБТУшники Нет Еще в школе О Я помню Эту историю Когда Игнатову Подарили Вот эту книжку И она Собственно Разрушила Вот его Просто Нанесла ему Драму Про компьютеры И вот так Получился Ювижен Но еще нужно Турек продать Я помню То есть Без проданного Турека Ювижен Не запустится Совершенно Окей Чего Чиколаев Это очень крутой сайт Или так Можно его сравнить Это не то слово Он мега крутой Нет Ну если ты его делал Кто бы сомневался Давай Подойду Нет Вообще Смотрите То есть По моим ощущениям Очень сильный Сайт Это колеса Это реально такая тачка На которую идет Бешеный трафик Куча Этих Хастов Ты нашу статистику Посмотри Тоже тяжело держим Она закрытая Нет возможности Я посмотрю Поэтому И секрет Я уже второй год Его засобачить не могу Я боюсь С этим Почему Каунтзиро На теколайт Не вешивает Почему Я не знаю Вообще На всех сайтах Висит Оно прикольно Просто Ну вот я тупой Пользователь Интернетный То есть Мне интересно Зайти Посмотреть Статистику Сколько страниц Открывается Сколько людей Зашло На каком месте Он в Каунтзиро Когда всех порвем Потом Оказывается Мы номер один Казаная Казаная То есть В один день Мы проснемся И Бабешкин Будет плакать В смысле Коля Нет Коля Готовь слезы Эти парни Решили разорвать колеса Очень смешно У вас команда Можно ее сравнивать Я просто знаю Что в колесах Реально Одна из самых сильных Команд Сильная Безусловно Айтишная Очень сильная Вообще Вот вы же Тусуетесь По рынку То есть Можно назвать Вашу команду Ну такой Достаточно Злой Злой Сверепой Сердитой Да Да Однозначно Ребята Лучшие Слушай Я так скажу Знаешь Чувак так и не вышел Из сумы Он колеса Все верно Нет Я просто описываю Я для всех Айтишных компаний Проводил корпоративы Самое прикольное Когда они Пухать начинают Это вообще Жесть полная То есть Ну никто не видел Как пухают Потому что Я вот Представь Картинка такая Да Вот Танцуют Вот эти Всякие Сылзы Да Эти пляшу Да Ну все такие Вау Там дискотека А тут сидят Две девочки Смотрите В шахматы Играют Тут вот Конкретно Там уже чуть ли не Перепихон идет А эти А чуть дальше Подружишь Под небом Голубым Понимаешь Тут вот это вот Эти шахматы А тут вот это вот Вот История про Артема Мы его случайно Схать из колес Почему случайно От Яшкина привет Слушай Ну на самом деле Коль Еще раз извиняюсь Это реально была Случайность У нас просто есть Такие договора А не нападения Грубо говоря Что мы не берем Людей из колес Очень много Хреновых поступков Начинаются Со слов Бизнес есть бизнес Да мы не хотели Да нет Серьезно случайность Мы не хантим людей С Ювижена Мы не хантим людей С колес Да там Арти один Кого хантим В смысле? Ну Из айтишников Команда Причем Команда Ювижена Я считаю Это очень сильная Команда Она У нее тоже Чувствуется Свой дух Своя харизма Поэтому У них офигенная Команда Тоже самое Команда Короче У нас есть запрет Для HR Не брать Людей оттуда Но Поскольку У нас Только этот HR Пришел Настя Она была Не в курсе И так получилось Что Когда уже Артем К нам вышел Звонит мне Коль Говорит Ты что Офигел Что ли Я такой В смысле В смысле Ты какой-то Крутой Натчел Если побежки Нажды Расстроился Все Да С ним Общаться Не думал Однозначно Он крутой Если Дима Говорит Наверное Ты тьфол Да В смысле Адима Нет Что ты Нет Айтишников Я люблю Они такие Хорошие Чистые Как бы Ребята Всегда Они проводят Много времени В своих Вот этих Цифрах Им некогда Испоганиться Вот в этом мире То есть Ну Окозлячиваются Слушай Ну это тоже Неправда Нет А Нет Ты Отправь Слав Ну это неправда Есть хорошее выражение Мне очень нравится Что такое деньги Деньги Это как увеличительное стекло Хорошего человека Они делают еще лучше Плохого еще лучше Абсолютно согласен Просто видишь Есть ребята Которым не нужно Заниматься Деньгами Да То есть Вот им нужно Заниматься цифрами Майкл Да Миша вот интересный персонаж Ты тоже прям айтишник Ну не совсем Вот я вижу Да Он наш стесенит На самом деле Мишу офис любит Больше всего Сейчас объясню почему Потому что Как правило Задачи Как раз таки наоборот Там то и дело Смотри Айтишников план Вот такой вот Расписан Да Для программистов Я имею ввиду Вот такой И получается так Что им нужно Вчера это все было сделать И каждый раз С ним подходит Говорит А почему вчера Не было сделано А почему сегодня Сколько ты сделаешь Я это сделал до шести Почему до двенадцати Ты это не сделаешь И на них постоянно Наезжают Их как бы не любят Их любят только Когда уже все будет реализовано А Миша любит за один Большой-большой поступок Он наладил нормальный Интернет в офисе Все Его весь офис Носят на руках Потому что до этого У нас была Система А у вас вай-фай Или Вай-фай А ну все А как ты наладил Смысл Что-то сделал Ну сюда заходит Кабель Да То есть Что-то его Ширее сделал Скажем Довольно сложное Допустить Вот такой вот Маленький узкий канал На 150 человек Да Я прям На что тупой Я понимаю Реально работа Вы все Прям Я сам офигел Мне казалось Что Чтобы интернет Хорошо работал Тебе достаточно Не знаю Купить 5 точек А если у тебя 5 не хватает точек Ну купи 6 или 7 или 10 И все будет зашибись На самом деле Вообще не так То есть У нас до этого Я не знаю Сколько 6 или 7 было Миша сократил их Примерно до 3 И при этом Эти 3 работают Гораздо лучше Чем те 7 Вот Это просто Для меня Например Был шок Я много раз Об этом слышал Что Я знаешь Как своим говорю Они говорят Слава У нас Ну мы в метро сидим У нас офиса Вообще нет Да У нас народ Тусуется там В метро Они говорят В метро в смысле Центре развлекательном И они говорят Метро типа Вай-фай медленный Я говорю Ну короче Если метро медленный Уйдите в кафетерию Там быстрее И все Не нужен айтишник Вообще Я помню Когда мы только начинали Наш самый Самый первый бизнес Это еще было в Москве У нас не было офиса И мы приказывались То есть у нас спрашивают У вас есть офис Мы такие Да У нас всемирная Сеть офисов Спрашивают Да Что за офис Мы такие Ну сеть в Макдональдс Было прикольно В Макдональдсах Во-первых Когда ты там сидишь 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 Никто не выгоняет Даже если ты просто сидишь Работаешь Во-вторых Там везде бесплатный Вай-фай Безлимитный Без ограничений И так далее Круто же Не Недавно позвонили У нас И плюс на каждой станции Где бы ты не вышел Из метро Есть Макдональдс Ты приехал На встречу Сел Работаешь Дальше На следующую встречу Поехал Вышел Снова В офис Мне какая-то женщина В ивент-агестерстве Недавно позвонила Этого тоже И стоит А вы Можете нам провести Спартакиаду Как раз шла Лондонская олимпиада Его нет Мы сейчас У нас в Лондоне Просто закончим Вот И вот У нее была Реально такая Пауза В смысле Она загрузилась Я говорю У нас просто Англоязычные Люди Они сейчас Я такой еще Начал подвикивать В Лондоне Она такая Она звонила Ну какой-то Знаешь Там какую-то Спартакиаду Маленькую Для какой-то Фирмы И она такая В смысле Чего В Лондоне Огрессовывают Серьезные люди Видишь Не Ну мы это тоже Гоним 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 В смысле Мы не одни Такие Давайте Атишники Пребудет с вами Семь Пока Ребят Здесь Идет Тестирование Как правило В этой комнате Проходят Какие-то Планерки Нет Мне нравится Рамилей Планерок Тут нет В этом смысле Они хорошо Написали Или плохо Хорошо Потому что Когда Меня ищут Я часто Здесь Поскольку Ну Моя работа В основном Там Какие-то Планерки Общения Что-то Там Какое-то Ухождение Я часто Нахожусь Тестирование Сотрудников Давай заглянем Нельзя 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 Я не захожу Они Орут И смеются Нельзя Нельзя Заходить Хорошо Мы не будем Заходить В смысле Мы что-то Совсем Плохие Нельзя Так Нельзя Окей Ну все Можете Сказать Что Мы рассказали Все Что касается Чоколайфа Т.е. Я делаю Которые Работают На Дисконтной Сервис Чоколайфми Мы не обошли Все Теперь осталось То, что Паяется В ближайшее время Т.е. серия По-моему Тверда То, что Паяется В ближайшее время Давайте начнем Наверное С нашего Будущего Интернет-магазина С недавних пор Мы поняли Что Наша Аудитория Наши Пользователи Хотят Еще Покупать Не только Услуги Но и товары С хорошими Скидками На лучших Слоях В стране И мы Начали подготовку К запуску Нашего Чокомарта Чоколайф Есть Чокомарта Слушай, ну это ты сейчас Фактически Инсайт Сказал Почему? Потому что Я первый раз Слышу Что Чоколаев Начал делать Свой Магазин Электронной Комерцией Потому что Ну с вашими В смысле Подходами Надо полагать Это намбер Опять будет Ну смотрите Мне вот интересно Мы вот сейчас Контент Просто Напишем Хороший А какие Можно выделить Вот сегодняшние Казахстанские Важно Интернет-магазины Вот ты же Сто пудово Уже изучил Рынок То есть Вот кого бы ты мог Отмечить Я считаю Что большие Молодцы Из прям Самых таких Динамичных Ребят Это наверное Алсер Они Действительно Молодцы И очень серьезно Подошли К интернет-магазину Серьезнее Чем там Сулпак Летих на дом К примеру Безусловно Молодцы Большие Молодцы FlipKZ Потому что Имея небольшие Инвестиции Они там Планомерно Но уверенно Работают Ну смотри Они вышли Стестирование Сними Вроде Нам Запретили Туда заходить Мы хотя бы Поймем Слушайте А может кто-то Сказать Или тоже секрет Это секрет Да Ладно Все Я понял Давайте выходи Не Ну Выглядят Какие-то Все Немножко Так Здрасте Так Интересно Что Тестировали Вот Мне так И хочется Сказать Ну В комментах Напишут Обязательно Вот Можно даже На деньги Поспорить Вот Окей Много молодых Людей В одной комнате Разнополые Заходить нельзя Вот Называется Тестируй Не Нормили Мы же это Не форматная программа Мы шутим Вот На FlipKZ Ты остановился FlipKZ Да Ну я считаю Что Большие молодцы С точки зрения Именно рынка Самые крутые Это Ля Мода Понимаешь Что это Не наш интернет-магазин Но Тот объем инвестиций Который они вливают Сейчас В продвижение Это Ну во-первых Очень сильно Помогает всему рынку Потому что Наша главная задача На первом этапе Все интернет-магазины Не друг с другом Конкурируют Они все Конкурируют С офлайн То есть Просто С торговыми Центрами Ну в общем С реальной жизнью И Чем больше Мощных проектов Заходит Рекламой В интернет Тем Больше Люди Приучаются Покупать Через интернет А тогда Уже Прочие Чоколайфми И Чокомарту И другим Любым другим Интернет-магазинам А ты как считаешь Вот если взять Ну условно Ну вот Три миллиона Вот этих Казнетовских Активных пользователей Да Есть цифры В процентном соотношении Вот за сто процентов То есть Сколько из них Вот уже Приучены к культуре Делать Вот электронные покупки Но только Через Чоколайфми Покупала 60 тысяч Уникальных пользователей Это прям Совсем уникально Ну это вообще Какая-то капля По сравнению С трехмиллионами Капля Но стоит учитывать Что мы работаем Только В четырех городах Это два процента С моим даже Тупым знанием Математики Чем бы это От трех миллионов До Пять Вот видишь Ну вот я не доучился Наверное Потому что два Один процент Это тридцать тысяч Вот видите А я деньги чувствую Потому что когда деньги Я понайтию Ты кто под национальностью? Украинец Не прям Украинец Татарец Украинцев Сделает хорошую программу Люди Все нормально Ну ничего Ты просто Видишь Тебе надо У него От тридцати миллионов Счет хороший То есть В трех миллионах Он путается Ну в общем Суть какая Капля в море Совершенно верно Значительное количество Мы провели свое исследование Значительное количество Казахстанцев Делают покупки За границей То есть они покупают Стоп Я извиняюсь Про исследование Рынок исследования Вот у нас в Казнете Это шиздец Какая запутанная штука То есть прозрачных инструментов Ну я считаю Вообще нету Как мы делали его? Во Очень интересно Вообще просто Мы тупо выписали Все интернет-магазины Какие смогли найти Дальше мы начали Послать им запросы И если Ну большинство Удивительно Рынок прозрачный То есть если у него спрашиваешь Как правило тебе отвечают Здесь есть два момента Насколько можно Эти данные доверять Думаю что в нынешнем Положении Пока еще можно Пока еще не так Там Особо скрывать нечего У всех данные Пока они какие-то там Огромные Не очень большие Ну говорят Наверное можно этому верить А те кто все-таки Не дал данные Во-первых Это как правило Были небольшие магазины И можно спрашивать У их коллег Об их мнении Об об оборотах Вот там твоего конкурента И примерно Примерно Какая-то картинка Складывается Что я могу сказать Большая часть Оборотов сейчас приходится На сегменты Бытовая техника Электроника Мобильные телефоны Если брать Исключить авиабилет Авиабилет там Большая часть Очень большая часть Но это тоже хорошо Потому что даже Покупка авиабилета Через интернет Это твой первый шаг К использованию карточки Платежной То есть ты в принципе Уже внутренне готов Покупать через интернет Для тебя это уже Что-то такое там Необычное Поэтому Мысль немножко потерял К чему это все будет? Мысль Я тебе задавал вопрос Кто серьезные у нас игроки На рынке интернет-магазинов Потому что Раз ты туда Проходите девушки Это надолго Ну я так скажу Проходите Не стесняйтесь Есть другая составляющая Что важно Вообще самое крутое Ебэй же Ну это в Америке Амазон Амазон Это вообще 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 рядом не стоит Вот инфраструктура Которая есть у Амазона Никто рядом не стоит Вообще никто Ты заходишь на склад У которого Размер которого Например там 50 тысяч квадратных метров 50 тысяч квадрат Причем он Он же весь одноэтажный Ну что понятно было Это размеры 200 метров на 250 метров Это размеры меги Примерно То есть вот Мега 60 тысяч квадратных 60 тысяч квадратных Ну двухэтажные А это одноэтажный Торговый центр Ну можно сказать Да А размер Просто крейзи Автоматизация Крейзи У них роботы ездят уже То есть они купили Недавно на компании Киба Системс И Не люди Носят вещи А роботы Ездят Сами собирают там вещи И повозят тебе Жесть Фабрика Не Вот такие вещи Это кстати Ну я тебе потом расскажу Надо вот запомнить Что надо вот такие вещи Интересные Людям рассказывать В рамках проекта Чековать Хотим построить Амазон Здесь То есть С использованием Там самых Современных Технологий Причем мелочиться В общем Тут они Группом Понимаешь А тут лучше С Амазоном Я знаю Где примерно такой горизонт Подключится сервис Он будет играть важную роль А сейчас просто база вещь Дай хороший ассортимент А что Я нажал там Допустим Ну там Я не знаю Там телек Мне его там Сегодня привезли Ну круто А куда уже Еще и дешевле Нет Тебе не привезут его сегодня Проблема основная в этом То что большинство Не привезут тебе Слава Вот смотри Если мы берем наши интернет-магазины Казахстан Да даже Что наши Восьмите российские Потребитель Сейчас уже настолько привык Что люди В интернет-магазинах Заявляют о наличии товара А фактически его нет Что они Что в России Это сейчас уже Как они сами прикалываются Это стало похоже На формулу 1 Как это происходит Потребитель делает заказ Не в одном интернет-магазине А в пяти одновременно Из пяти магазинов Въезжает товар И вот кто к нему первый приедет То он и купит Все Остальные все Давай до свидания Поэтому Вот До такого доходит Но Может сказать Что за это довели Я прибился К этому челу С телеком На 9 этаж Он говорит Спасибо Не надо Не надо Я уже купил Вы опоздали Ну опять же Давай рассуждать Почему такое произошло Почему такое произошло Потому что Пацаны Они такие сели Пивка Ну че Погоняем Давай еще раз Смотри Рассуждать Почему потребитель Начал себя вести Вот таким образом Проходите Ребята Потому что Можно сказать Довели Потому что Если бы изначально Интернет-магазина Работали бы четко И товар бы Человеку привозили То зачем ему Еще что-то нужно А они говорят Мы доставим вам товар Завтра А потом звонят Говорят Слушайте Давайте послезавтра А потом еще послезавтра Кормят завтраками Понятно Что человеку товар нужен Сегодня Он ему не нужен Через какой-то Длительный период Не ну да Если я захотел Сегодня телек Вы мне дайте Телек Ну фиксим Хоть завтра Вот через неделю Я не уверен Что я буду Хотеть телек Это логично Поэтому Вот Задача Которая предстоит решать Нас консультируют Американцы По поводу того Как строить Интернет-магазин Поэтому я думаю Что у нас должно В базе Мы должны Завершить Не так много ошибок Но Основной упор Сейчас Это То что Инвестиции Нужны большие Потому что Кажется Со стороны Что интернет-магазин Может открыть каждый Это же там Что стоит На самом деле Серьезный интернет-магазин Это сотни тысяч инвестиций По-настоящему Крутой интернет-магазин Это хороший миллион инвестиций Если мы смотрим на Россию Там Ля Мода Торгуют обувью И Этим Как называется Вещами Да Просто одеждой Последний транш Который они привлекли Буквально Вот на днях Вчера Или позавчера 80 миллионов долларов На Россию Ну это же Действительно Большие деньги Куда привлекли В смысле инвестиции Инвестиции Да В компанию В компанию Это последний транш А до этого Они еще там Десятки миллионов Они почтой рассылают Что ли Эти обувь То есть Ну невозможно Жить Конечно Ну у них есть часть Так же Каким мы будем Да Часть На часть городов У нас будет Собственная доставка Собственная логистика На часть городов Пока нет Слушай Ну собственную доставку Это же реально Это же Это парк техники Надо покупать Парк техники Надо покупать Ну опять же Смотря на что ты хочешь Она же ломается У нее амортизация Она ломается Амортизация Курьера могут Она в аварию попадает Воровство есть Да Грабят курьерские машины Очень хорошо Успешно Серьезно Конечно Тема Ребята Привет Не переживайте Там уже все продумано И передумали По американским технологиям Работали Да нет В смысле Он повез там Если там Туфли Да там Если нет технологии То у тебя могут своровать Если у тебя есть технология То вероятность того Что у тебя своруют Она очень маленькая Потому что курьер знает Как себя вести Что делать И так далее Поэтому Ну можно конечно С автоматом К нему прибежать И там Забрать у него что-то Ну можно С другой стороны Слушай Он же не бриллианты По два карата Возит Ну да В смысле Что-то там заберешь На худой конец Станешь счастливым Обладателем Пару обуви Причем И семи лет В потенциальном Уголовном законодательстве Потому что это будет Слава все знает Либо грабеж Либо разбой Вот Ну в зависимости Если группа или лиц Так это разбой А если грабеж Ну понимаешь То есть за 200 долларов Ты потом Это семерочку Еще по минимуму И все бить не будут Вот А если со средними Почему мы это хотим сделать Потому что Вот фишка Чоколайф Мне изначально Это был сервис Да Мы на самом деле Гордим Вчера мне буквально писали Расстроили меня опять Ну это периодически бывает Написали что Что типа Похвачив своим сервисам Вот я отправил сообщение И до сих пор не ответили Сейчас пойдем тоже Сбираться Почему так произошло Но в целом Мы гордимся сервисом Ну об этом я уже говорил Но сервис Это же не только звонки Или там Быстрые акции Это доставка Очень важна Все успокоить Да и кто там И кто там в интернете То есть вот Насрать в комментах Гадость какую-то Это ну То есть вот мне кажется Есть классная книга Я написал Айн Рэнд Называется Атлант расправил плеч Там есть классная цитата Звучит она так Главная отличительная черта Посредственности Это негодование От успехов другого Вот таким образом Вот это наверное они Потому что Ну не Ну понятно Что у вас там проваливается Этот сервис Здесь надо тоже смотреть Так он не должен проваливаться Какая разница Мне нравится здесь подход Смотри Подход Амазона Знаете они как говорят Они говорят так Мы доставили 99 и 99 процентов Всех наших посылок На Рождество Вовремя Но это ужасно Потому что При наших оборотах Это означает Что 10 тысяч человек Не получило Свои посылки Вовремя Жесть Понимаете 10 тысяч человек Не получило Да это 99,99 Прикиньте Это одна на 100 тысяч посылок Не доставлена вовремя Но они этим не довольны И я считаю Что это правильно Потому что Только когда люди хотят Вот стремиться К таким KPI Действительно высоким 100% KPI Вот только тогда У них У них хотя бы мысли есть О том Как это достигнуть Они к этому идут А они придут Рано или поздно Наверное к этому А если об этом не думать Или думать Да ничего страшного Потерпят Ну вот это Там неправильный Я еще вот Свою краску Я каждый раз Если коммент поступил Это Ну для нас Это как там Для руководителей бизнеса Офигенный момент Да все Реагируй Да вот тебе Отзыв Да Надо думать Как не допускать Такого вообще Мне что нравится Я каждый раз Здесь задумываюсь О каких-то Высоких Бизнес Бизнес вещах То есть Нет Ну серьезно То есть Ты Начитался Этих джобсов Да Вот этих всех Уже под завязку Да и ты Много же сейчас Ведется дискуссия В обществе Да Что А где у нас Вот эти наши Крутые бизнес проекты А чем можно Ну Ну вот так вот Похвастаться Да Вот А где наши Казахстанские бренды То есть Вот это кто Нет Понятно Что они есть Да Допустим Взять ту же Сеть мега Это серьезно То есть Это большой ритейл Мощный Ля-ля Шкарно Кстати вот мега Показательный Такой Я прям Тащусь От примера меги Вот чем Выдающиеся мега Они сделали Глобальные Смотрели Две классные вещи Они собрали Правильные бренды Место у них Не супер Ну что Супер место Не супер место Есть сорговый центр С гораздо лучше Место расположения Они собрали Просто классные бренды И сделали Классную атмосферу Внутри И вот Все Просто дальше Они все начали делать Захочешь как на праздник Ты идешь по меге Мне вот жена говорит Мега это единственный магазин Где я чувствую себя Как в Москве Вот так она дословно Мне сказала Потому что Ну в Казахстане Потому что там реально Ты приходишь Это Европа Там приятно Даже по улочке Прогуляться Там Доль этого Аллейка Да Праздник Прямо Реально Кайфово Находиться Там Поэтому Они успешны Они могут себе позволить Там Копиноваться Привет тебе Вот Собственно Это была Рекламная врезка Она была оплаченная Но я думаю Мы честно Отработали деньги Да Я шучу Дело же не валишь Не валишь Не валишь Это все строил Да Он очень правильно Подходит Сейчас там К вопросу пиара Да Не Мне неудобно Передавать привет Смогу Я просто держу себя в руках Дело в том Что за проектом Изначально Я не знаю Кто создавал мегу Кто продумывал Эту концепцию Кем она поддерживается Ну серьезно Не знаю Но эти люди Они очень большие молодцы Даже говорить нечего Вот Ну супер Не аминь это правда То есть Все ходили в мегу В смысле У всех Складываясь Мне понравилась Аналогия твоей жены Что вот Как в Москве Как за границей То есть Действительно Там есть этот дух То есть Я заметил Что очень много людей Вот просто ходят туда Тусоваться И они вообще бы Не выходили бы оттуда То есть Очень много людей Хотят жить В такой вот атмосфере Да Вот работать Чтобы вот так все было Там Как-то радостно Да Это же здорово То есть Окей Мы зайдем уже В этот отдел Да Девчон Кумар Пока он наш маленький Не большой У нас сегодня этот Как его Здравствуйте Господа капиталисты Привет Привет Ладно я пошла Так Девушка такая Я пошла Окей Ознакомьтесь Это Игорь Привет Игорь является Заместителем Руководителя По разработке Интернет-магазина В общем Второй человек В интернет-магазине Вау А первый Первый Думает Он есть вообще В смысле Конечно есть Это не я Нет Нет Не ты Мне просто Интересно было бы Это Окей Продолжайте Мы Нет Ну ты же обычно Все Игорь Что вы думаете Какие у вас проблемы Нет Спокойно Я непредсказуемый Подождите Я так понял Он готовился К Игорю Не пойдем Я шучу Команда Команда маленькая Можно разделить На несколько частей Здесь идет Сама разработка Когда мы Мы думали Как Разработка Это в смысле Опять айтишники Опять айтишники Это уже другой отдел Другой отдел Да Но они работают Только над магазином Те работают только На чеклайф Они пишут сайт Мы в начале Секунду Один коммент Скажем Когда мы в начале Вот думали Надо запускать магазин Коля дал Опять Бабешкин Коля дал нам Офигенный совет Он говорит Ребят Вы сделайте любую версию Выкиньте ее на рынок И дальше Будем смотреть То есть На ходу уже смотрите Там правьте Какие-то моменты Наша первая идея была Да Давайте сделаем так Но когда мы начали Копаться Внутри То есть Внешнюю витрину Все просто Очень быстро Можно написать Но когда ты Погружаешься внутрь И понимаешь Что такое Вообще-то интернет-магазин С точки зрения Внутренних процессов И какая сложная Вот эта бэкэнд-система Ты понимаешь Так нельзя Потому что Там при То, что у нас 400 тысяч пользователей Если сейчас Мы выкинем Такую слабую Систему на рынок То Это будет коллапс То просто можно на минуту Представить Что каждый купит По одной единице Продукции Ну даже если меньше Купит Но просто это будет Реальный коллапс Для нас с точки зрения Главной вещи Которую мы хотим Культивировать Сервиса Мы не сможем Вовремя доставить Мы все поперепутаем Все заказы Мы Ну просто мы Там порвемся И в итоге Мы получим То, чего мы как раз Не хотели получать Вот пример Кстати Вот мое Внутреннее ощущение Озон.ру Почему У них сейчас Немножко тяжело расти Они сейчас все делают Очень классно У них классный сервис Там все хорошо Но им немножко тяжело расти Все думают Что Озон продает книги И второй момент Все думают Что Озон Нечеткий магазин Потому что На первых этапах Когда они только начинали Они очень много косячили Они могли книги вести Там по две недели По три недели Там если это Даже в Москве Или в Петербурге Вот Их первые Вот эти косяки Очень здорово Отразились на них в будущем До сих пор Это и мешает Вот Не, ну это то Что вообще Чем мы сейчас Занимаемся Конкретно С Чиколайфом Почему? Потому что По моему глубокому убеждению У очень многих людей Да Складывается Что это какая-то Игрушка Вот Ты заходишь на сайт Там какие-то Скащухи продают Но как Классное выражение есть Чем проще сайт Внешне Тем сложнее Он внутри То есть Чтобы вот Ты зашел И просто кайфовал От нажатия клавиши И там от покупок Это настолько Все должно быть Продумано И круто работать Нет Вот я тебе что и говорю Понимаешь Что на самом деле Это серьезный бизнес Да Там смысл 150 Там человек Народу И вон Очень далеко Идущие планы Да То есть На чокомар Там в демо режиме Работает около 20 человек Хотя это просто Демо режим У нас же еще В ближайший месяц А он уже висит Да То есть Он в закрытой версии Он уже есть Но ты его не увидишь Нет Понятно Ну я имею ввиду Что он висит И в смысле Его уже тестят То есть Вы его И когда сие Счастье Загрядет Вот еще Горизонт Несколько Месяцев Вот так вот Да Еще два месяца Тестить Еще минимум Два месяца Вот Поэтому И потом Естественно Постоянная доработка Там Нон Стоп Не Ну понятно Допиливать Это Всегда Допиливать То есть Да Ой Ну что Теперь ходит Роль Не А что я ходит А вон те девушки Что делают То есть Они что-то там Притиши Заком Рита Наш Дизайнер Вероника Это Наш Бывший Главный Редактор Чоколайтми А потом Когда он начал Работать На Ссылку Чокомартом То нам Нужен был Очень сильный Человек В этот проект Поэтому Мы попросили Нику Возглавить Редакцию Главный Редактор По интернет Магазину Что это такое Ну представляешь У тебя Десятки тысяч Категорий Товаров Нету Запах Данчупаса Но мне все равно Вот это присутствие То есть Что вот Курят Его все равно Потому что Чего Нет Нет В смысле Я что-то думаю Главный Редактор У интернет Магазина То есть Главный Редактор Он же рулит Журналистами У меня немного Другая задача У меня есть Дизайнер И контент Менеджер Вот Поэтому я рулю Ими Снимаюсь Построением Самого сайта Отбираю Те статьи Которые достойны Попасть туда Мы придумываем Какие-то новые фишки Разрабатываем Внутри А с вами чтиво Какое-то тоже Что-либо будет? Нет Не в этом дело Ну спасибо К тому Что будут статьи Относительно Каких-то товаров Чтобы облегчить Выбор наших пользователей Вот Помимо этого Большая работа С контент-менеджерами Потому что Огромное количество Этих товаров При том Что с половиной Из них Десят, третий Сейчас Тебе десят, третий Сейчас Можно сказать вам Что-то торговать-то будет Ну знаете Давай не будем Пока отвечать Нет Окей Но просто Одни Ты же сам говорил Что одни Техники бытовой торгуют То есть Ты смысл Туда пойдешь Или Не только В смысле Им кирдык Да Скоро Я так понимаю Почему кирдык Нет Конечно Ну тоже кирдык Да нет Ну слушай Ну конечно Ладно Давай немножко Переоткроем тайну Потому что Попешкинская команда Ни на одном сайте Не сидит Хорошо Смотри Вот поэтому кирдык Смотри Объясню У нас То, что мы хотим построить Это Модель называется Marketplace Что такое Marketplace Это значит Что мы становимся Таким онлайн торговым центром Грубо говоря Мы становимся Виртуальной мегой Наша задача Пригласить внутрь Много арендаторов То есть Допустим Мы приглашаем к нам Алсер Приглашаем к нам Сулпак Там Приглашаем к нам Еще несколько магазинов Ну в смысле Все представляем Не, подожди сейчас Просто ты Не хотел эту концепцию Открывать Ее можно открывать Я могу Чтобы это повторить Нужно год Вот с того момента Как мы завтра Опубликуем Конкурентам Которые вдруг Захотят тебя догнать Да нет Ну на самом деле Мы же тоже Рынок профессиональный Он в курсе этого Я тоже в курсе того Кто сейчас разрабатывает Интернет-магазины И хотят построить Амазон Как бы На уровне Внутри У вас в смысле Еще появятся Интернет-магазины Ко этим 400 тысячам Покупателей И не продать им Свой товар тоже А вы в смысле График с Чиколайфа Качнете потом туда На этот магазин Ну конечно Да То есть Идея простая Мы приходим ко всем Говорим Ребята Вы можете Продавать свои же товары У нас тоже Вот у вас два варианта Первый Вы только сами продаете Второй Вы продаете у нас тоже Это вам просто Дополнительный канал Продать У них серваки ляжут У кого? Ну вот У слабенького Интернет-магазина Нет Покупка у нас происходит Ты заходишь к нам На сайт Ты видишь Этот товар И ты прямо у нас Его покупаешь Дальше в виде заказа Мы отправляем По внутренней системе А доставку Кто будет делать? Доставку Здесь есть два варианта Мы можем делать Доставку силами Своей логистической службы По желанию партнера Соответственно Либо партнер Может делать самостоятельно Слушай Это как с городским Шопинг-фестивалем Вот у меня уже Это безумство Я понимаю Это Ну вот Объемы какие То есть Это же застрелиться Да Ну мы можем А если тот хреновый Интернет-магазин Они лажатут Тогда он выключится То есть У каждого интернет-магазина Есть рейтинг Поскольку все хреновые Будут гореть В общем-то То есть Там целый один Ну все же уважаем Смотри еще раз Хреновый В плане сейчас Или Ничего не делали Для того Чтобы стать хорошими Большинство Большинство участников Рынка С кем мы общаемся У них очень правильное Устремление Они хотят делать все круто Если у них на нынешнем этапе Не все получается То это Наверное Это нормально У нас тоже не все получается Все что мы хотим Да Поэтому главное Чтобы они мыслили В правильную сторону Что они хотят Работать над этим Если они накосячили То они не встают в позу И не говорят там Ну и что Да И вот какова реакция Вот этих вот Ну поменьше скажем Интернет-магазинов Там ну вообще Как они относятся К этой идее Ну и поменьше Покрупнее Нравится всем У некоторых есть На мой взгляд Необоснованные Какие-то опасения Касаемо того Что ну покупка же Будет совершаться у вас А не у нас На сайте Мы говорим Ну а какая разница Да Мы все-таки все заработаем Нет, но есть разница Потому что через год Они все станут не нужны Это наверное первое То что им в голову приходит Конечно нет Смотри Нет, будет Рамиль Такой в высокой башне Стеклянной В Нурлтау Там сидеть наверху Вот И кнопочку эту волшебная Она такая будет То есть И кто будет плохо себя вести Они будут Вот здесь Это я тебе рассказываю Тут что им в голову приходит Вот смотри Ладно, сейчас еще один сайт Раскрою Для команды Наших коллег Из Намбы Вот Ну вы знаете Что у Намбы Есть такой же сайт Ну сайт коллективных покупок Но при этом У Намбы есть сайт Коллективных покупок И мы об этом знаем Я может что пропустил В смысле Ты прикалаешься? Нет, я не прикала Бисмарт это сайт намбы А? Бисмарт это сайт намбы Я и на бисмарте ни разу не был А, ну окей Тут у вас Я вам открою Одну тайну Да, то есть Если вы все думаете Что 3 миллиона человек Ежедневно думает Как бы зайти И обилетиться Да, там С какой-нибудь скидкой Но это тоже неправда Ну да, неправда Понимаешь Я не изучал этот рынок Мне по барабану Хорошо, хорошо Без разницы Идея в том Что если нам При этом выгодно Размещаться на Намби То мы будем там размещаться Мало того Мы рассматриваем Сейчас Конкретно сейчас Вопрос размещения На Намби Одного из наших интернет-проектов Я считаю Здесь никакого конфликта Интересов нет Потому что Если нам выгодно Разместиться у конкурентов И мы же Значит планируем На этом заработать Раз мы там размещаемся Ну да, чужой Мазохисты Ну какая нам разница Что эти ребята Тоже денег заработают Это примерно То же самое Что там Телефон Apple Состоит в значительной части Из элементов Самсунга А там Google стоит в поисковике Базовым поисковиком В телефоне Apple Но это нормально Они друг у друга На чем-то зарабатывают У кого-то Какая технология Боль совершенно Другая технология Боль совершенная Поэтому здесь Такой же подход Ну ради бога Ты можешь не продавать Свой товар через нас Но тебе же хуже Тебе узнает Меньше количество аудитории То есть наши Тебе не узнают Ну или узнают Ты должен быть сам На это деньги Де-факто Насколько я понимаю Ваши не узнают Об этом магазине Ваши узнают О товаре Которые Не-не-не-не В смысле Там будет копирайт Стоять Там будет написано Короче Это микроволновка Отолсера Конечно Там будет написано Нам в данном случае Нечего скрывать Мало того Мы здесь Своего рода Тоже страхуем риски Потому что мы говорим Мы площадка На первом этапе Мы площадка Вот ты видишь Один компьютер Допустим Какой-то Dell И ты видишь его От трех разных Чтобы обманутых Кладчиков Они ходили Все-таки Волсер Как всегда У нас есть гарантии Моральные обязательства Перед покупателями У нас есть Поэтому мы их там Страхуем Сейчас там Он тревел разорился На нас это отразилось Конечно отразилось Потому что мы продали Там путевки И к нам пришли Слава богу Не очень большое количество Пять человек Которым мы Лично из своих денег Возмущали эти путевки Вот Но Поэтому моральные обязательства У нас все равно Имеется Так же там И в магазине С юридической точки зрения Нет Но с моральной точки зрения Они у нас остаются Нет Ну правильно Люди там По большому счету Вам поверят Ну да Они же нас покупают Поэтому Тут Как бы Вариант простой Мы оставляем бренд Мы оставляем доставку Если там Алсер хочет сам достать Ради бога Мы только приветствуем Алсер сам привозит товар И ты общаешься с курьером Алсера То есть возможности Ну в смысле Алсер вот хочет играть В эту игру То есть Ну вот Их нет Ну вот просто Я не знаю У нас есть Я говорю Алсером Ну общаемся Ну я знаю У нас есть там С топами У нас в основном Есть договоренности Нет Вот я понял Люди общаются С этими интернет-магазинами Вообще Что они говорят Мне кажется Они так же говорят Как я примерно Ну в панике Ну то есть Они на самом деле Готовы работать Для них это Рынок сбыта Да То есть Ну у них есть Свой онлайн-магазин Ну почему бы Не участвовать В нашем проекте Слушайте А вот еще на рынке Бытует такое Мнение Что они Ну просто Такие вообще Прям шутеры Посредники То есть Вот Рамиль Сейчас рассказывал Да Что у того же Амазона У них есть Свои склады Да То есть Они прям Вкладывают Деньги В этот товар Короче Они торгуют Своим товаром Ну нет Смотри Мы модель Амазон Модель Амазон Изначально Развивалась Как такой Микс Маркетплейса И собственных Продаж То же самое Мы будем делать Есть некоторые категории Где мы будем Наравне с другими Тоже выставлять Свой товар И тоже мы считаем Что здесь нет Конфликта интересов Да Потому что мы выставляем Наш товар Даем как бы Свои гарантии Но если покупатель Хочет купить не у нас А у другого интернет-магазина Может цена у них Лучше чем у нас К примеру Пусть покупает В ради бога Нам в данном случае Раньше нет Мы ориентируемся На покупателя И нам важно Дать ему лучшую цену Поэтому скажем Ты Заходя на наш сайт Ты видишь Какой-нибудь калькулятор И ты видишь его Не в конкретном магазине Скажем В пяти разных магазинах Выбери цена Самая низкая цена Будет стоять выше всех Там допустим Если он стоит где-то Две тысячи А где-то тысячи Ты увидишь Вначале Ту что за тысячу Но рядом ты увидишь Еще там Четыре варианта Других магазинов Где будут другие цены И все Выбирай У всех разные условия Доставок У всех разное доверие Ко всем там Разное доверие Разные параметры Возвратности А можете мне ответить На вопрос А почему Вот допустим Те же Супаки И технодомы Да Ну к примеру Те же планеты электроники Ну вот по моим ощущениям У них же есть свои склады Да Почему они не вывели Вот до сих пор В приоритет У них есть деньги Для развития этого бизнеса Да Ну у них короче Все хорошо Те деньги Которые они зарабатывают В офлайне Они вообще Несопоставимы С теми деньгами Которые есть в онлайне Поэтому если они Огромные там Команду Привлекут сейчас В интернет магазин Он им будет давать Там один процент их продаж Им легче Один новый Нормальный магазин построить И у них продажи Вырастут на 10% К примеру Поэтому сейчас Нет, но они же понимают Что они теряют Этот рынок Почему теряют Да потому что Пока они там сидят И не замечают Электронные комбинции Такие как ты Сейчас строите Этих монстров С сумасшедшим трафиком А потом они пойдут И будут это Долго Вот смотри Есть те кто Сделать большую ставку На интернет Допустим Алсер Да У них видно Что они очень серьезно К этому подошли И они большие молодцы Есть те Основной трафик на сайте Ну у них Каунзима висит Мы думаем По нашим Ориентировочным подсчетам У них оборот Где-то около 600 тысяч долларов В месяц Примерно 600 тысяч долларов В месяц Оборот Шеф Алсера Они кнули Ты в смысле Ну это По твоим Просто Ты так прикинул Ну мы Да Это по нашим Ну я думаю Что цифра Плюс как реальность Вот Поэтому Это высокий показатель У флипа Где-то 250 500 тысяч долларов Это неплохо Это неплохо Это куда еще Для старта Это неплохо Для зарождающегося рынка Это неплохо Но Ты теперь сравни Сколько они продают В офлайне Цифры вообще Быть несопоставимы Ну Дорогие друзья Я не знаю У нас Вот эта экскурсия По Чиколаеву Она реально По-моему Затянулась Вот Но С другой стороны Действительно Это и была Вот вообще Ну лично у меня Такая задумка Потому что Когда я В это во все Вот слегка Вник Я от этого всего Офигел Да От объемов От размеров И от Больше меня всего Удивляют Возбуждают Вот эти планы То есть Сегодня мы поговорили Я считаю Об очень многих Интересных вещах Вот Особенно Вот у меня Электронная коммерция Я например Много услышал Вообще Что я не знал Да То есть Это хорошо Вот Рамиль Тебе огромное спасибо Вам спасибо Вторую серию Мы сняли Я думаю Давай мы еще Поговорим И еще раз Потому что Мне просто Вот Врать не буду Очень много Полезной инфы Я от тебя получаю Потому что И вот эту программу Ее скоро Будут смотреть Вот куча Бизнесменов Просто чтобы В надежде Оттуда что-нибудь Свистнуть Потому что Ну видишь Ты тратишь время На исследования Да И ты молодец Я не знаю Ты не боишься Вот эти инсайды В смысле Публиковать Ну ты достаточно Это же поверхностно Это же поверхностно Ну и что что там Я это сказал Важно понять Как это сделать Поэтому нет И здесь еще Второй вопрос Очень важный Это вопрос Скорость в интернете Два-три месяца В интернете Уже очень много Могут значить Поэтому пусть загоняют Это еще раз повторюсь Хорошо На нынешнем этапе В ближайшие лет 5 Конкуренции На рынке Электронной коммерции Казахстана Не будет Она начнется потом Когда конкуренция Пойдет только по двум частям Это цены и сервис Вот сейчас нет Сейчас просто Предложение сделайте Предложений нормальных нет Если все будет хорошо То вы нас видите Сегодня Это 14 сентября Господа Все Все на Огромную Шопинг неделю Алматы Вот жалко Бейджи у нас сейчас Не было Но заходите на сайт Ичиковаева Там уже висят образцы Я знаю Сегодня уже Магазины Уже получили Их в качестве Образцов Завтра Стартует Весьма смелый Эксперимент Когда вся Алмата Рухнет В скидках Вот Ну Алмата я думаю Не против Давайте Привет интернет Удачи Привет интернет